Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы разбираем с вами очень интересную личность Светлану Бондарчук. Она бывший главный редактор журнала Hello. На данный момент она интервьюер, она автор канала Света вокруг Света. Я думаю, каждый из вас видел интервью Светы, как она очень в классном дружеском формате, берет интервью, получается очень легкая, теплая, душевная атмосфера, в отличие от других таких более камерных интервью. Мало кто знает, но она основатель ежегодного благотворительного вечера экшен. Вы знаете, вот если начинать разбирать именно личный бренд Светы, мы можем сказать, что, вот как я ее считываю, она, вот даже ее черты лица, вот она очень такая аристократичная женщина, и про нее мы прям можем сказать внимание в хорошем смысле. Белая кость, вот такая вот, то есть она очень, вот как будто бы она, ну вот не такая, как все, даже это не про то, что она как-то там зазвездилась, да, потому что про то, как-то про высокомерность, нет, просто вот черты лица дают какую-то ей особенность, вот прям такую, что ли, вот я такая вот аристократка. Ну вот я вот это считываю, когда смотрю на Свету. Вот ее вот этот взгляд, особенно ее наряды на каких-то вот таких вот бальных, что ли, мероприятиях, на каких-то вот таких вот официальных, вот она прям смотрится очень-очень органично. Светлану очень приятно слушать, смотреть. Видно, что она начитанная, образованная, но при этом она очень легкая. Посмотрите программу Света вокруг света, если вы еще не смотрели, ну настолько вот это вот интервью, даже какие-то тяжелые, вот если она какие-то вот задает вопросы, возможно местами, которые могут быть, например, неприятной гостю, хотя она старается вот максимально дружелюбную атмосферу, да, и у нее нет цели вытянуть что-то, это прям видно. Мы видим, что она очень, вот даже у нее бывает, когда она вот так вот сидит и слушает, вот кто внимательно смотрел, как будто бы она прям вот проникает действительно в гостя, что ей интересно, что он чувствует, что он или она думает, насколько эта тема будет приятна или неприятна. Полное есть желание узнать гостя. Вот то же самое вот это интервью с Ольгой Бузовой, когда Света была настроена, ну так скажем, неоднозначно, то в интервью прям ей было очень интересно узнать, кто такая Ольга Бузова, что она, вот какими целями, мотивами она руководствуется, прям это очень считывается, как вот в начале и в конце интервью Света, может быть, где-то меняет свое отношение, да, в общем, что она действительно вслушивается и она вовлекается в своего героя. Кстати, это тоже такой момент, она вот своих гостей она называет герои. Мы видим дружелюбность, действительно много друзей, вот такую коммуникабельность. Мы видим, что она веселая, вот эти танцы, пляски у них постоянно, бесконечно в программах. Это очень классная энергия легкости. Нет вот такой, да, что вот как вот она сидит такая вот как-то вот с презрительным взглядом. Нет, очень классно и ценно то, что тут идет без осуждения, что тут есть желание проникнуть в человека, вслушаться, действительно узнать историю. Она зовет интересных ей героев. Она вот этой своей легкостью вообще, я считаю, это очень классное качество, которое многие хотят перенять, научиться. Вот если вы хотите научиться легкости, вот обратите внимание на Свету. Вот она прямо, я не знаю, вот она, она легкая, полетная, не инфантильная. Она вот, ну вот она легкая, такая, с ней очень приятно общаться, вот глядя на интервью, очень комфортно ее гостям с ней. Мы можем видеть, что действительно Света хорошо выглядит. Какие-то вот ее фотосессии, когда я вижу там свадебные фотографии, да, помните, это было вообще, я помню, бум облетели весь инстаграм. Вот вообще, когда Света вот с каких-то фотосетов выставляет, очень классно выглядит. Фигурка, ну вот просто спору нет. Мы видим от нее такую действительно глубину и насмотренность. Она вот, видно конкретно, глянцевая героиня. Она находится в светской тусовке, она как бы везде своя, вот такая вот. Действительно то, что она работала в журнале, главным редактором Hello, она прям прониклась вот в эту жизнь, насмотрелась всего, пообщалась со всеми. Она действительно чувствует себя, она там своя, действительно. Она там не где-то там, как-то где-то с краю прошмагнула. Долгий брак с ее уже бывшим мужем, одним из самых главных и на данный момент режиссера Федором Бондарчуком, тоже, понимаете, это они входили в такую вот особенную тусовку. Всегда вот как-то все подмечали, что они очень стильно выглядят. Но сейчас вот они развелись. Кстати, вот надо отдать свете должное, она не выносила какую-то грязь. Вот я этого никогда не видела. Всегда очень хорошо, тепло отзывалось. Вылить какую-то грязь, вот не было цели и как-то на этом хайпануть. Нет-нет-нет, мы этого не видим. То есть она легкая, но мы не можем назвать, что она прям вот открытая, вот прям вот как Олига Бузова, например. Нет, она скорее, ну вот она открытая, она легкая, но со своими личными границами, со своими темами, которые она не готова поднимать. И сейчас у нее вот этот ее нынешний брак с Сергеем. Он фотограф, насколько я это понимаю и знаю. И как круто он подметил, ведь Света вокруг Света, насколько я помню, создалась именно вот с его, так скажем, он к этому приложил действительно руку, потому что он захотел Свету видеть в кадре. И она говорит, вот как удивительно, меня никогда никто не видел в кадре вот именно как героиню, как там актрису. Хотя на самом деле у нее был муж-режиссер, и мы видим, да, что очень часто мужья пропихивают как-то своих жен, они у них главные героини. Но вот в Светаном случае было не так. И вот как круто, что Сергей увидел ее в жанре интервьюера, да, что он это подметил. Потом они сами это все доработали. И получился очень классный, необычный формат вот такой вот дружеской беседы. Про журнал Hello, что она там была главным редактором, очень много все, вот там Надин Стрелец у нее очень много спрашивала на интервью про журнал Hello, про журнал Hello. Но на самом деле мне, это просто уже знают все, мне очень было бы интересно другое. В интервью с Лобковским Света там упомянула буквально мельком, что она очень многое время, что она не работала. И там он как-то сказал, что, наверное, занималась детьми. Она сказала, да на самом деле я этим как-то и меньше всего занималась. И очень интересно, чем же Света занималась в этот момент, что ее интересовало. То есть она как бы была в роли, была просто в светской тусовке. То есть интересно, чем же Света все-таки занималась. Вот у меня остался такой открытый на самом деле вопрос. И очень бы интересно, чтобы Света все-таки рассказала вот этот вот отрезок своей жизни, как и чем она жила в этот момент. У Светы есть еще сейчас фани студия, это йога студия, пилатес. Света еще и бизнесмен. И очень интересно, про что я бы хотела поговорить. Это она устраивает ежегодный, и она основатель там еще с одной девушкой. Благотворительный вечер экшен. Это очень важно. Они собирают там просто миллионы, там звездные гости. Это суперинтересно и очень важно для общественности. Но Света вот последний раз, она про это, ну то есть она только начала об этом рассказывать, но из-за того, что она не вела свой ютуб-канал, как-то про это вот лично я не знала, что вот действительно она уже столько лет, они собирают такое количество миллионов, помогают детям. Я считаю, что об этом нужно говорить больше и чаще, чтобы продвигать вот это дело. Это как бы известно, но в узких кругах. Если про это говорить больше, то можно и больших людей к этому привлечь, что я думаю, очень будет уместно. Я вот даже сейчас сказала, я думаю, много кто об этом не знал. Если мы будем говорить про прям вот ее личный бренд, мы видим, что действительно Света стильная. С нее прям можно вдохновляться на какие-то наряды, украшения. Мы видим, что она любит жестикулировать. У нее это очень органично и красиво получается. Еще заметила, она любит сидеть вот такой вот тоже позе. Это придает ей особую такую уверенность. Это так, если мы разбираем конкретно вот какие-то вот ее особые фишечки. Опять же, мы видим, что надо петь. Вот какая-то вот такая, значит, тема пошла. Света поет. Любит очень танцевать постоянно. У нее вот такие вот какие-то движения. И очень круто, опять же, и органично это все смотрится с ее личностью. Но, опять же, при этом, при всем мы не можем сказать, что Света прям простая. Что вот она очень какая-то простая. Нет. Вот она скорее легкая. Вот от нее, опять же, исходит вот эта энергия легкости. И, опять же, да, кто-то может сказать, у нее такие черты лица, как будто бы высокомерные. Но я вот так на нее смотрю, где-то там вырезки, какие-то репортажи. Я не могу сказать, что она высокомерная. Вот мне так не кажется. Я скорее вижу, что у нее есть свои личные границы. Ей приятно. Она открыта со своими друзьями, как и многие из нас. Ну, в общем, она... Ну, она непростая. Вот непростая. Но легкая. Что хотелось бы упомянуть, да, вот у нее есть вот эти собаки, по-моему, они мальтипу называются. У нее очень интересный интерьер в квартире. Прям вот очень она все круто там обустроила. Вот прям, мне кажется, что это очень интересные такие тонкие решения, что тоже говорит о ее личном бренде, о ее личности. Вот там какие-то книги, картины, голые женщины, камин. В общем, вот эти все разные цвета, очень все так насыщенно и красочно. Я очень люблю смотреть интервью со Светой и вам советую. Я думаю, вы точно подчеркнете что-то для себя, пропитаетесь, так скажем, классной информацией, интересной и полезной, правильными такими взглядами. Мне очень понравилась ее фраза. Я прям ее запомнила, она мне прям врезалась в голову. В интервью Надежде Стрелец она сказала, проклятиями мы до мира не дойдем. Вот прям вот эта фраза у меня ассоциируется со Светой, что она такой некий, мы видим, что она такой некий, как будто бы миротворец. Мы видим, что у нее есть там своя позиция, но она не старается как-то друг друга сталкивать, разъединять, вот кого-то там как-то негативно, вот как-то осуждать, там как-то яро выражать какую-то свою точку зрения, которая может быть как-то другим неприятна. Нет, вот есть в ней какая-то вот такая дипломатичность, и есть в ней какая-то вот такая вот миротворческая черта. Ну что ж, вот такой вот разбор личного бренда Светланы Бондарчук, очень интересной, такой классной, красочной, стильной личности и очень-очень легкой. Я именно в этом разборе делаю и хочу, чтобы вы заметили акцент на ее легкость, потому что быть легкой, легкой не когда тебе 18-20 лет, а быть легкой, когда тебе 50, согласитесь, это совершенно разные вещи, когда у тебя дети, когда у тебя за плечами развод, какие-то победы, неудачи, опыт, в общем, понимаете. Вот так вот. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно, обязательно подпишись на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и не терять меня из виду, и не пропустить следующие разборы личного бренда. Кстати, обязательно посмотрите разбор личного бренда, который я уже делала Виктории Шляговой и Екатерины Климовой. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok